И вот это сейчас, на самом деле, для нас, может быть, самое важное. Потому что самое важное – это война, которая переходит в наши личные отношения. В отношения с близкими, с детьми, может быть. Знаешь, говорят, что вот готов нападать на развод. Вот это все. Когда внутри идет гражданская война. По сути, все, что происходит, это и есть гражданская война, вытесненная, выброшенная на чужую территорию. Потому что это было уже давно зрело ощущение. Вот эти все серп, эти все активисты, которые рисуют на твоей квартире букву «З». Вот эти люди – это же все война, причем объявленная и явленная. Она просто не перешла в фазу опасных каких-то событий, слава богу, не перешла. Но она существует. И она существует внутри наших каких-то близких отношений даже. И в этом смысле я, знаешь, пришел к такой мысли, что правильно сделать следующее. Ну, как-то было бы правильно впустить ее в себя, эту войну. Весь этот ужас и кошмар. Всю Бучу, весь Гастомель. Вот это все. И впустив, вот не выпускать, не выпускать на другого. То есть всячески стараться конфликт, который возникает, принять его, его сторону принять на себя. Пусть он говорит. Потому что однажды он поймет, что он не то говорил. Потому что иначе, Антон, мы просто... Мы как проводники продолжаем эту войну. Мы ее длим. Длим уже дома, у себя, в Москве, с друзьями, с коллегами и так далее. Мне кажется, нужно ее остановить на себе. Вот так. И просто перестать об этом трещать вот на таком каком-то пафосе, который мне сейчас свойственен. Я не могу. Я знаю, что я бы хотел погасить это в себе. Ну, просто, знаешь, как бы вот такой образ, как в зеркале Тарковского, помнишь? Военрук бросается на гранату. Вот взять... Это сильный, пафосный образ. Но взять и погасить этот ужас. Просто не множить его, понимаешь? Как-то постараться перейти к мирной какой-то риторике. Не примирительный такой, все будет хорошо, а какой-то, ну, с пониманием отнестись к их позиции, к позиции тех, кто не согласен с тобой. Субтитры сделал DimaTorzok